... из Сыктывкара. В партнерной путье начинался в теле Мохчак. Выступает она за общество Урожая. Лыжным спортом занимается с 67-го года. Это её четвёртый старт на олимпийских соревнованиях. Здесь она завоевала уже серебряную награду, а в общей сложности на олимпийских играх у неё 8 медалей. Три золотые и пять серебряных. Начало сегодняшней гонки. Я всё говорю о спортсменках ГДР, Финляндии, Швеции, Норвегии. А вот Геллис, Швейцария. 35 секунд. Клометров заканчивается. Усталости пока не чувствуется. Она проходит сейчас тут внизу, прямо под нашей комитетской кабиной. Разница между ними после первого километра 4 секунды. Олимпийская чемпионка в эстафетной гонке Тамара Тихонова из Ижевска. Студентка. Серебряная награда у неё на дистанции 5 километров. И вот сейчас реальные шансы подняться ещё раз на Олимпийский пьедитал. Пятнадцать трех. И описание её спортивного пути. Четвёртая Олимпиада. Четвёртая Олимпийская вершина. Спортивная жизнь этой вышли из небольшой республики Коми. В местной республике, как я и говорил. Информация от тренеров. Три секунды проигрывает Анфиса Рисцова Тамаря Тихоновой. Поточнее сейчас. Тихонова, Рисцова, Кили. Это тройка лидеров сейчас. Опец на четвёртой позиции, Сметанина на пятой. В шестёрке лучших три советские спортсменки. Прошла здесь по стадиону Мария Лизы Кирвисниеми. Симона Опец на ваших экранах. Тамара Сихонова из села Ковалёва, Керцкого района, недалеко от Ижевска. Родилась и выросла в семье колхозников. Мать, милятница, отец тоже самое работает. Пришвейцарская лыжница. Чувствуется усталость. И очень быстро скользит по лыжной дороге. И еще нужно пройти примерно 100 метров. Конечно же, так как складывается сейчас гонка на дистанции 20 километров. Для нас с вами, уважаемые телезрители, ну просто, просто замечательно. Я бы так сказал. Сихонова рисовала впереди и очень далеко от всех остальных. В этот момент Нина Гаврилюк заканчивает гонку. И Раиса Сметанина начинает увеличивать скорость. Выравнивается ее. Швейцарская лыжница заканчивает дистанцию. И записываем ее результат. 57 минут, 37,4. Это, без сомнения, лидер сегодняшней гонки. Симона Опец проигрывает сейчас по гонке 9 секунд Раисе Сметаниной. Рая начинает нагнетать скорость ближе к финишу. Первый тренер Тамара Тихонова. Василий Евграфович Чичегов. Ну а у себя в деревне, естественно, она начинала заниматься лыжами просто так. Тамара Тихонова, Анфиса Резцова. Разница между ними 5 секунд. Анфиса Резцова. Вот она на ваших экранах. Хорошо идет. Я думаю, сейчас мысленно и внутренне она готовится к последней части гонки. 5 километров ей остается до финиша. За 2 километра до лыжного стадиона будет заканчиваться трудная часть дистанции. Вот здесь она может чуть отыграть. Раиса Сметанина финиширует. И 15 секунд. 15,3 секунды выигрывает она у швейцарской лыжницы. И возглавляет сейчас итоговую таблицу. Тихонова, Резцова, Сметанина. Швейцарская лыжница уже проиграла. Это запоздала информация. Тамара Тихонова. На последней части дистанции. Зная, что ее преследует Анфиса Резцова, посмотрите, как быстро она идет. Все, что у нее остается, все силы, какие только есть, она вкладывает в эти последние метры. Разница-то между ними всего несколько секунд. Тамара Тихонова, 55 минут, 53,6 секунды. Почти полторы минуты она выиграла у Раисы Сметанина, которая сумела выйти на третье место. Но еще, еще нужно подождать Симону Опиц, которая финиширует. Время Сметанина, 57,22. Итак, никто больше не может вмешаться в спор советских лыжниц. Симона Опиц, даже сил нет стоять на лыжах после финиша. Еще месяц тому назад в Кавгалово трудно было спорить с этими спортсменками. Спортсменками в Финляндии, Норвегии, Швеции. А вот здесь самый главный старт. И все замечательно. Итак, Анфиса Резцова. 100 метров не хватает ей для того, чтобы выйти вперед. Но золотая олимпийская награда в эстафетной гонке и серебряная медаль на 20-километровой дистанции. Резко затормозила и упала. 100 метров не хватает ей для того, чтобы выйти вперед.